здравствуйте приветствую вас на своем канале и сейчас я хочу снять видео о своих покупках очередных по каталогу oriflame 7 2013 и начать я хочу с того что у меня было в заказе 5 продуктов но получилось так что к сожалению одного продукта на складе не оказалось это мочалки такой вытянутой длинненькой за 119 рублей не помню точно на какой странице но мне сказали что либо со следующим заказом либо уже не будет его но скорее всего мочалка у меня еще пока есть мне она будет не нужна поэтому я буду рассказывать о всех продуктах которые были в наличии которые у меня есть сразу скажу что некоторое я уже буду брать повторно то есть беру повторно это вот такая вот тушь у меня она уже была в каком-то видео 5 в одном по моему в ультра черном дизайне то есть это черный тюбик она очень хорошее дело от объем это тушь прекрасно удлиняет с ней на самом деле даже эффект накладных ресниц появляется мне очень безумно понравилась эта тушь но конечно ее минусы недостаток как у многих тушей то что она очень быстро засыхает то есть мне не понравилось что где-то полтора месяца 2 это тушь и все но конечно я буду стараться может быть кисточку эту сохраню буду какие-то другие туши использовать потому что она очень хорошо еще разделяет кисточка выглядит вот таким образом такая кисточка здесь более длинненькие ворсинки более короткий ворс очень мне нравится но аромат такой вообще практически никакого нет это тушь не должна приятно пахнуть но очень мне нравится эта тушь уже говорю второй раз ее беру вот поэтому довольна ей буду дальше пользоваться пока это у меня лежит в запас на осень наверно потому что сейчас летом мне еще должна одна тушь и за иван прийти вот буду ей летом пользоваться а это у меня останется на осень очень нравится советую так следующая тушь тоже у меня две туши было это тоже пять в одном только уже в голубеньком в таком дизайне кисточка точности в точности такая же также выглядит но она уже заявлено водостойкая за тушь она у меня либо будет на какие-то летние дожди либо я ее оставлю уже на осень зиму то есть на более длительный период я эти туши 2 брала и скорее всего не на летний период надеюсь эта тушь мне тоже понравится потому что мне очень нравится и щеточка и ее действия обожаю эти туши всем советую следующий продукт третий это который у меня был мыло люблю такие вот мыльца дискала серия так выглядит это у меня мехико так аромат очень мне понравился уже сейчас мне это просто упаковочка уже сейчас я им пользуюсь вовсю ручки не сушит это мыло аромат правда на руках долго не остается но вот в ванне очень такой приятный аромат мне он напоминает жвачку орбит фруктовую то есть аромат конечно не скажу что натуральный нет конечно такой свеженький какой-то такой фруктовый немножко с кислинкой то есть очень такой интересный аромат приятный и подумываю я покупке геля для душа такого по моему в десятом каталоге будет скидка на него большая за 99 рублей 400 миллилитров я собираюсь покупать такой гель для душа очень хочу попробовать потому что мне он понравился такой хороший летний аромат на самом деле и очень мне он показался интересным и последний продукт который у меня есть это пробник вот такой туалетной водички вернее не туалетной парфюмерной воды нет туалетной все таки вода power woman которая будет вот здесь вот она как раз в этом каталоге идет восьмом сейчас покажу я вам здесь немножко вот мы видим здесь на первой страничке она будет стоить 599 рублей и меня эта цена конечно привлекла я думаю как это так неплохая цена интересно здесь все написано интересно заявлено представляют эту воду тина-канделаки и здесь есть такой вот в самом каталоге пленочка можно понюхать здесь написано цветочный древесный амбровый аромат на самом деле очень интересный аромат мне понравился он здесь и какие-то есть нотки цветочные какие-то древесные такие И какие-то пряные даже ноты, я бы сказала, амбровые, да, эта пряность какую-то придает. То есть мне очень понравился этот аромат в пробнике. Вот у меня пробник есть. И сейчас я вам еще скажу, освежу воспоминания о нем. На самом деле сложный аромат. И чувствуется и цветочность, но никакой вот горечи нет. Нет спирта в этих духах. Нет какой-то резкости. То есть в принципе такой благородный аромат. Дорогой, я бы сказала, он по запаху. Древесные нотки очень чувствуются хорошо. То есть они такие какие-то теплые. Теплые, очень много теплых ноток. Немножко цитрусовое чувствую, цветочное что-то. Но такое, больше все-таки такие нотки. Теплые, я ощущаю. Сразу говорю, этот аромат себе я не беру. Полную версию, потому что у меня очень много духов. Но духи достойные. На самом деле аромат очень достойный. Но самый главный для меня недостаток, по которому еще я не буду брать этот аромат. И вообще очень редко беру ароматы из Арифлейм, потому что они нестойкие. Не держится где-то. Вот у меня пробничек держался в районе часа. И до этого у меня была тоже туалетная вода, которая держалась час. И все. И через час ее уже нет. Она выветрилась полностью. То есть и здесь тоже в пробнике я заметила, что эта вода нестойкая. Конечно, если для вас это не показатель водички, то вы можете к ней присмотреться. Очень достойный аромат. Очень интересный. Неоднозначный, как я люблю. То есть там не одна нота, а вот много нот. И они раскрываются на самом деле постепенно. В конце остается шлейф уже, можно сказать, такой сладковато-древесный. Очень интересный, очень приятный. Я эти духи, наверное, все-таки могу посоветовать. За исключением их стойкости. Очень интересный, достойный аромат. Присмотритесь к ним. Вот такой у меня был небольшой заказик по каталогу 72013 Арифлейм. По 8-му и 9-му каталогу я заказы делать не буду. Возможно, по 10-му меня там кое-что заинтересовало. В середине июля у меня будет заказик. Всем спасибо за внимание. До свидания.